Ну что, друзья, привет! И с вами снова я, Михаил Шилов. Сегодняшний видеокаст, вот этот данный видеокаст, является продолжением серии кастов о теме, как начать эффективно действовать. Как продолжить эффективно действовать. Вообще, как действовать так, чтобы деятельность наша была эффективной и приносила пользу. И вообще, о том, как начать. Потому что многие просто не знают, как это сделать. Если вы не смотрели мои предыдущие видеокасты по этой теме, вам стоит их обязательно посмотреть. В них рассказывается о наиболее частых причинах невозможности начать приступить к какой-то активной деятельности, необходимой совершенно для нас, которую мы считаем, что вроде бы нужно ее делать, по причине низкой организации. То есть, мы не знаем, как вообще начать думать на тему, чтобы начать эффективно действовать в конкретном направлении. Вот там об этом и рассказывается. То есть, чего не хватает? Как организовать систему планирования? Как вообще начать думать в сторону планирования? Вот. А в данном видеокасте я расскажу о том, чего не хватает людям, которые на самом деле являются профессионалами в какой-то сфере. То есть, они считаются профессионалами. Они действительно профессионалами в этой сфере являются. И тем не менее, иногда у них возникает такой момент, что они тоже не могут начать эффективно действовать. Не могут приступить к работе. Хотя они, вроде бы, прекрасно мотивированы. У них есть план. Они прекрасно понимают, что им для этого нужно. И, как правило, у них, в принципе, для этого все есть. Но не получается. И вот сегодня, сейчас, мы поговорим о таком моменте, который называется ступор перфекциониста. Сейчас я поясню, что это такое. На самом деле, перфекционизм – это очень хорошее качество. Перфекционизм – это желание сделать какое-то дело максимально хорошо. Так, чтобы оно очень самому себе понравилось. То есть, оно было сделано на высшем уровне. На самом деле, ну, прекрасно. Вообще, мотив великолепный. Но, знаете, оказывается, что избыток перфекционизма, особенно направленного немножко не по правильному пути, является частой причиной того, что перфекционист, будучи профессионалом в какой-то сфере, имеющий четкий план действий, не может начать действовать. Ему, как бы, чего-то всегда немножко не хватает для того, чтобы действовать эффективно. Но так кажется только ему. Понимаете, то у него не хватает, если он видеоблогер, то ему не хватает оборудования суперсовременного, потому что он вот обзор прочитал, что вот вышла камера, она лучше, ему хочется такую. То звукоснимающего устройства не хватает ему самого лучшего. То ему кажется, что свет немножко не тот. То ему кажется, что вот он куда-то поедет сейчас, и вот там на море это будет наиболее лучшим образом так снято. И все время возникает какая-то причина, что он из-за желания сделать лучше не может начать. И это оттягивается, 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 оттягивается вплоть иногда до тех пор, когда, собственно говоря, пропадает даже нежелание действовать, пропадает целесообразность в работе по данному направлению. То есть актуальность уже становится совершенно не та. Пока человек откладывал свое действие, актуальность исчезла. И все. И в принципе он просто потерял труд, который на самом деле принес бы ему очень хорошую пользу. В плане и собственного развития, и помощи другим людям. Скажу вам честно, что подобная причина была до недавнего времени очень присуща и мне. То есть до нее, наверное, дорастает каждый человек, который в какой-то сфере растет профессионально. Снимаешь какие-то видео, потом кажется, надо лучше монтаж сделать, освоить какую-то лучшую программу для монтажа. Или, например, кажется, что можно какой-то материал отснять в лучших условиях, чтобы красивее получилось, лучше. И вот эти материалы копятся, 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 откладываешь их, откладываешь, откладываешь и пересматриваешь их. Потом через год понимаешь, что сейчас бы ты сделал их намного лучше. Все. И вот теперь-то я и подошел к способам, как преодолеть данный ступор перфекциониста. Как же начать действовать так, чем замотивировать себя на действие, чтобы ступора не возникло. Значит, смотрите. Я расскажу сейчас главный способ, как это побороть, это раз. А потом расскажу, как это надо делать. Смотрите. Самый простой способ побороть ступор перфекциониста, это дать себе понять, то есть объяснить себе, просто обычный перфекционист этого не понимает, что он всегда, как профессионал, будет расти и дальше. И что бы он сейчас не сделал, как бы он это хорошо не сделал, пусть самым-самым лучшим образом, что лучше сделать уже нельзя, пройдет буквально совсем немножко времени, месяц, может даже несколько дней, и он тоже самое сделает лучше. И поэтому, если он будет откладывать, то точно он никогда не достигнет того самого времени, когда он будет действовать эффективнее, чем сейчас. Он сейчас готов действовать эффективно наилучшим образом, потому что он к этому готов. У него все для этого есть, он для этого вырос. Но он и дальше будет расти. И тому подтверждением очень часто служат отзывы окружающих людей, или клиентов, или еще кого-то, когда они говорят, слушай, ты классно все сделал, и они, если показать им черновые материалы, кстати, покажите им, или просто покажите плоды своей деятельности, не снищите у них, скажем так, одобрение, они скажут, да классно, и вы просто поймете, что вы действительно делаете хорошо. И как бы вы хорошо не сделали, вы все равно потом сделаете лучше. Захотите, апгрейдите, усовершенствуйте, перевыпустите, сделайте рестайлинг своей деятельности любой, и все нормально получится у вас, понимаете? Все будет очень хорошо. Это 100%. Поэтому не надо тормозить, нужно действовать. А каким образом, да? А знаете, очень на самом деле просто все. Вот есть у вас какие-то планы, они у вас есть, вы же профессионал, если вы достигли уровня именно перфекциониста, и проблема со ступором перфекциониста возникает, вам нужно просто тупо написать план, и знаете, как надо действовать? Не надо пытаться сделать наилучшим образом. Вы и так сделаете наилучшим, понимаете? По-другому вы не можете, потому что вы профессионал. Вам, конечно, не надо расслабляться, нужно просто взять и сделать. Просто тупо, да, делать работу до конца. Снимайте видео, включите камеру, и просто тупо снимите видео до конца. Ну, если явно есть огрехи какие-то, то вы поправите их. Так, они всегда будут, да, там оговорились где-то что-то, где-то там самолет пролетел, там собака залаяла, при монтаже взяли и вырезали. Я вам рассказываю почему об этом, вот на примере видеомонтажа. Потому что вот сейчас я занимаюсь непосредственно съемкой данного видеоролика. Вот. А также это касается абсолютно любой деятельности. Просто возьмите и доделайте любую работу тупо до конца. Учитывая тот факт, что вы профессионал, вы сделаете ее профессионально. Вы не прыгните выше головы, но в процессе своей этой деятельности вы будете совершенствоваться, и следующая ваша деятельность в этом направлении будет еще лучше. Вот и все. И вы будете постоянно расти. И ступор испытывать не надо. Как бы вы хорошо ни сделали, будет еще лучше. Берете работу и тупо делаете до конца. Just do it. Просто делай это. Вот здесь это подходит как никогда лучше. Начали и закончили. То есть надо начать. Просто начать. Взять и начать. И все отлично получится. И вы преодолеете данный элемент. Вот. Уверен, что абсолютное большинство тех, кто занимается профессиональным каким-то видом деятельности, с этим сталкивалось. И сильно это мешало. И переживали по этому поводу. Вот вам готовые решения. Пользуйтесь. Удачи, друзья. Увидимся в следующем видео. В следующем видео я расскажу о таком моменте, который еще хуже, чем ступор перфекциониста. Называется он прокрастинация. Да. Расскажу, какая она бывает. Во-первых, расскажу, что это такое. Расскажу, какая она бывает. Какая она бывает для низкоорганизованных людей. Какая бывает для высокоорганизованных людей. Где она еще хуже. Ну что ж. До встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok